Всем привет, ребята, и сегодня мы с вами будем говорить на такую интересную тему, как передаточное отношение без инерционной катушки. На что оно влияет? Ну, имеется в виду на наши ощущения при рыбалке, долговечность катушки и, ну, еще различные другие факторы. Вообще, на что влияет передатка катушки? Сегодня давайте с вами разберемся. У меня в комментариях, ну, достаточно часто спрашивают, какую лучше взять, 4,8 к одному или 6 к одному? Ну, давайте разберемся, на что это влияет. Ну, начнем, чтобы всем было понятней объяснять, что такое передаточное отношение и на что оно влияет. Давайте начнем с велосипеда. Это аппарат довольно близкий к каждому и понятный. Ни для кого не секрет, что чем больше задняя звездочка на велосипеде, тем легче крутить педали. Поэтому, ну, зато мы медленнее едем, но нам легче. То же самое происходит в катушках. Только наши звездочки – это главная пара в катушке. То есть, чем меньше передаточное отношение к катушке, тем она более тяговая. Ну, медленней выматывает плетенку. То есть, если смотреть только с этой стороны, то чем меньше передатка, тем лучше. Значит, там и звездочки побольше, и проживут они, значит, дольше, и тянуть они, значит, будут лучше. То есть, все. Берем самую наименьшую передатку. Ну, тут, ребята, есть еще и другие факторы, которые будут влиять на то, как мы будем ощущать данную катушку и сколько долго она проживет. Первый фактор – из чего сделаны эти шестерни? Если вот взять какую-нибудь дешевенькую китайскую катушечку, там, ценой полторы-две тысячи рублей, то из чего там сделана главная пара? Главная пара там обычно литая. То есть, ее отлили из какого-то не очень дорогого сплава алюминия, запихали в катушечку, все, нате, получите. И если там даже будет передатка, там, 4,4 к одному, то из-за того, что сами шестеренки слабенькие, да и сам корпус катушки сделан из какого-нибудь такого недорогого пластика, то есть при нагрузке этот пластик имеет свойство как-то деформироваться немножко. На глаз это, естественно, незаметно. То есть шестеренки наши, мало того, что слабенькие, они еще при нагрузке в корпусе будут немножко искривляться. Стоят дешевенькие подшипники в дешевенькой катушечке. Они тоже имеют какие-то люфтики. Сама катушечка неотрегулированная тоже имеет какие-то сверхбольшие люфтики. То есть весь механизм хлипкий и сделан из недолговечных и нетвердых материалов. То есть если даже на дешевенькой катушке будет передатка 4,4 к одному, то она проживет гораздо меньше, чем качественная дорогостоящая катушка с передаткой 6 к одному. Думаю, вопрос долговечности вы поняли. Теперь как скажется на наших ощущениях вот эта данная передатка. Естественно, чем меньше передаточное число, например, вот тут вина 4,4 к одному, тем легче нам крутить ручку. Но тут, ребята, есть еще такие второстепенные факторы, которые влияют на то, насколько легко нам будет крутить ручку. Это первый фактор. Длина самой ручки. Это как педаль на велосипеде. Чем длиннее у нас педали на велосипеде, тем легче нам крутить. К примеру, вот 4000 твин. Возьмем длину ручки-катушки. Ну и что тут для сравнения? Ну вот страдик 2500 размер. Блин, как тут взять, чтобы вам было ручки лучше видно сравнить? Где ручка длинней? Ручка длинней на твине. Пускай это тут всего каких-то пару-тройку миллиметров, но все равно, так как механизм сам весь маленький, эти 2-3 миллиметра нам дают, Как вам сказать, какой-то эффект дают для легкости хода. То есть длина ручки тоже влияет. Длиннейше ручка, легче крутить. Меньше расстояние от центра шпули до лесоукладывателя, нам тоже будет легче крутить. Тут действует обратная система рычага, как говорится. Сейчас некоторые подумают, больше рычаг, легче крутить. Только мы не лесоукладывателем крутим, мы крутим штоком. То есть чем дальше от штока до лесоукладывателя, тем труднее крутить. Если вот мы возьмем, к примеру, катушку размером 2,5 тысячи и 4 тысячи, какую легче будет крутить? Естественно, 2,5 тысячи. И то есть, что мы в итоге получаем? Четырехтысячная катушка с передаткой 4 и 4 к 1, и 2,5 тысячная катушка с передаткой 6 к 1. Какую легче будет крутить? А крутить их будет примерно одинаково по трудности. Трудность хода, ну вернее, как его назвать, легкость хода будет на этих катушках примерно одинаковое. Некоторые скажут, а тогда нафига брать 4-х тысячную катушку? Когда можно взять катушку 2,5 тысячи и все. И легкость хода нам обеспечена. При одной и той же передатке, то есть катушка 2,5 тысячи выиграет. Если бы тут была передатка 4 и 4 к 1 и размер 2,5 тысячи, то Страдик бы этот выиграл бы у четырехтысячного поджишного Твина. Некоторые так подумают. Нет, ребята, не выиграл бы. Знаете почему? Посмотрите на размер корпуса. На Твина, вот, на корпус механизма. Страдик и Твин. Вот так вот мы сейчас вместе возьмем. Видите размер корпусов? Тут еще влияет размер самих шестернь обоих. И ведущий, и ведомый. Чем крупнее шестерни, тем они, значит, надежнее, крепче. Крупнее зубья, дольше служат. Логично? Логично. На что еще влияет передаточное число катушки? Да, в принципе, больше ни на что. Некоторые скажут, вот, за один оборот катушки, вернее, рукоятки, при большей передатке мы выматываем больше лески. И как бы это может сказаться на джиговой проводке? Что я вам, ребята, скажу? При меньшем диаметре шпули и большей передатке выматывать мы будем примерно одинаковое количество лески. Плюс-минус 3-5 сантиметров. А что такое 3-5 сантиметров при джиговой проводке? Да это, ребята, в принципе, ничего. Наша рыба не бегает с линейкой и не замеряет. Ага, вот тут ступенька 81 сантиметр, а вот тут вот 85 сантиметров ступенька. Не, на 85 не клюем, клюем на 81 сантиметр ступеньку. Так что ли? Да нет, ребята, тут еще будет все зависеть от скорости вращения ручки. Каждый человек вращает ручку по-своему. Кто-то там со всей дури ее крутит, там аж, не знаю, готов вырвать эту ручку. Кто-то там неспешно так. Поэтому скорость проводки будет зависеть больше от человека, чем от передатки самой катушки. Ну и подытожим услышанное от меня. Какую же все-таки брать передатку? Если мы берем катушки одного и того же диаметра, имеется в виду размера, вот у меня, к примеру, есть 4000 твин и 4000 страдик. Какую катушку будет легче вкрутить, то есть какая будет более тяговая? Тут передатка 4,4 к одному на твине, тут 4,8 к одному на страдике. Более тяговый будет твин. При одинаковых размерах шпуля и одинаковом размере ротора у них разная передатка. То есть у кого меньше передаточное отношение, тот и более тяговый. То есть твин пэджишный выигрывает у 4000 страдика в легкости хода. То есть если мы ловим с вами на большие веса, то лучше, конечно, брать пэджишного твина с низкой передаткой. Там 4 и 4 к одному. Тут это будет влиять. Если мы с вами, к примеру, ловим на легенькие веса, к примеру, там, ну, грамм до 20 на джиг, то тут нам передатка особой роли играть не будет. Так как, ну, там, если мы кидаем 10, 12 грамм, 14 грамм, то мы ощущать вот эту вот передатку особо даже и не будем. Нам это будет все легко. Передатка будет ощущаться только на весах, там, от 24 грамм и выше. Также при ловле на воблеры твичингом нам передатка будет абсолютно не важна. Мы там выматываем катушкой только слабину лески. Также нам передатка не будет важна на ультралайте. У нас махенькие там воблерочки, колебосечки. Они нихрена не весят. И нам тут что 6 к одному передатка, что 4 и 4 к одному передатка. Тоже абсолютно будет пофигу. Так что, ребята, передаточное число катушки – это такой относительный параметр, который в каких-то случаях будет очень даже важен, а в каких-то случаях будет абсолютно не важен. И поэтому очень много споров насчет передатки. Некоторые вот кричат, что «Да, у меня вот, к примеру, там, тот же Страдик 2500 тягает тяжелые чебурашки, и точно так же, как Твин 4000 тягает тяжелые чебурашки». В чем тут разница между ними? Объясните. Разница только будет в том, что вот по легкости, что по легкости вращения катушки, они будут примерно одинаковы в своих размерах. Но Твин проживет дольше. А знаете, почему он проживет дольше? У него шестерни крупнее. Вот и все. А по ощущениям будет, в принципе, одно и то же. Что 6 к 1 на 2500 шпуле, что 4,4 к 1 на 4000 шпуле. Как я уже сказал, все зависит от длины ручки и расстояния от центра шпуле до лесоукладывателя. Рычаг тоже влияет большое значение. Ну вот, кажется, начал ходить уже по кругу. Надо заканчивать. Надеюсь, вы мысль мою поняли, на что влияет передатка и насколько она важна. Всем удачи. Пока.